Александр Геннадьевич Хакимов, духовный учитель в Ашнадской духовной традиции, духовный лидер и наставник, писатель, художник, публицист, лектор, автор очень многих семинаров по самоосознанию, автор очень многих книг, в которых размышления по поводу ведической философии, по поводу смысла жизни. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, вот сегодня такая, с одной стороны, непростая, а с другой стороны, очень интересная и актуальная тема для всех наших подписчиков нашего канала, я уверен, для вашей аудитории. Вот я даже, просмотрев название ваших книг, которые я раньше читал, вот у вас книги так называются «Карма, реинкарнация, уровни сознания, эволюция сознания, иллюзия и реальность». И очень глубоко запомнившаяся мне книга «Последний экзамен» вот сами наталкивают на то, чтобы задать вам этот вопрос о смысле жизни. И вопрос, я его формулировал именно таким образом, учитывая то, как в нынешнем мире, в современном обществе формируется парадигма и понимание этого вопроса. Итак, есть ли смысл жизни? Стоит ли вообще о нем говорить, думать? Вот современные психологи очень многие утверждают, что это слишком абстрактное, бессмысленное вообще понятие, к тому, что есть вот сегодняшний день, и если человек пытается думать о чем-то дальше и тем более пытается найти ответ на вопрос о смысле жизни, он просто зайдет в тупик. Итак, вот этот вопрос мы сегодня со всеми нашими зрителями адресуем вам. Сколько есть минут, чтобы раскрыть эту тему? У нас с вами на эфир отводится час, это стандартное правило Инстаграма. У меня всего заготовлено три вопроса, но я на самом деле не привязан к этим вопросам, больше хочется вас послушать. Если просто позволите, я тогда буду задавать какие-то уточняющие вопросы, если вам... Так будет лучше, да, если будут какие-то вопросы уточняющие. У нас на это час, и я бы хотел оставить какое-то время на то, чтобы наши подписчики могли задавать вопросы. Кстати, я хочу их предупредить, что вот сейчас я отключу комментарии для того, чтобы была у нас хорошая картинка, и потом, когда вот это время, если оно останется, сразу предупреждаю, дорогие подписчики, тогда я открою комментарии, и вы сможете задать свои вопросы. У нас на это час, но у нас есть такая практика, что если у вас есть время, силы, и мы видим, что мы хотим продолжить, мы тогда завершаем один эфир, подключаемся еще раз, и еще какое-то время отводим на то, чтобы завершить эту тему, если это вам удобно. Мы будем ориентироваться на ваши возможности. Вот так, все, я отключу комментарии. Есть ли смысл жизни? Есть ли смысл жизни? Стоит ли вообще об этом говорить? Вот такой вопрос. Это зависит от человека, от каждого конкретно индивидуального человека, личности. У кого-то есть в этом потребность, у кого-то в этом потребность еще нет, не пробудилась. Кого-то не интересует, скажем, высший смысл жизни, а кого-то интересует этот вопрос всю жизнь. Поэтому это индивидуально. Для кого-то он есть, для кого-то есть вопрос, конечно же, есть смысл жизни, есть поиск, и есть возможность найти его, обнаружить. Если человек не интересуется этим вопросом, то, значит, этого высшего смысла не существует для него пока. В его, как бы, области сознания имеется, но в его потребностях нет. Поэтому эта вещь не навязывается, она на самом деле индивидуальна, но жизнь построена так, в целом жизни. Если говорить жизнь, это разные формы жизни, это эволюционные циклы развития души, реинкарнации, если учесть все эти законы, тонкие законы бытия, она жизненность так, что она приводит душу к этому вопросу рано или поздно. Есть ли смысл жизни? Зачем? То есть я живу, собственно говоря. Это дано только человеку. Адхата Брама Джигьясу. То есть сейчас ты, человек, ты можешь спрашивать о абсолютной истине. Этим отличается, как бы, человек от других видов жизни, низших. Поэтому сам вопрос, когда ставится, это вопрос к человеческой цивилизации, к человеку в целом, как бы, кто я, зачем я живу и для чего я живу, какова конечная цель моей жизни. Если в конце ожидает меня смерть, то где же смысл? Получается, бессмыслица. Это обычно логический, как бы, довод такой. Поэтому человек заходит в тупик в этом плане, да? Любой. И в ведах говорится, что есть, как бы, две вещи, которые сопровождают человека. Шрейс и прейс. Это санскрит. Прейс. Прейс – это какие-то, ну, временные, приятные какие-то вещи, достижения, которыми я интересуюсь. Например, ну, вкусная, качественная пища мне нужна. Это тоже цель. Тоже цель, ради которой я могу работать, добывать деньги, как-то устраиваться в жизни, дом построить, семью создать, счастливую, как бы я хотел, детей иметь. Вот это прейс называется. Прейс. То, что вот сейчас, в данный момент, мне приятно, мне дорого, я хочу с этим жить, хочу это поддерживать, ради этого я живу. Это прейс. А шрейс отвечает на вопрос, зачем все это вместе взято? То есть, конечная цель жизни. Для чего все это? Вот есть шрейс и прейс. И человек уже сам, как бы, выбирает, каким он путем пойдет. прейс или шрейс. Но сначала нужно ему предложить на выбор, не так ли, да, эти вещи, термины какие-то он должен услышать, абсолютно истинно, допустим. Он должен услышать вот это понятие, расшифровать. Пусть он не верит в это, но понятие он имеет. Скажем, как слово Бог. Я могу не верить в Бога, но понятие есть, и определение по словарю есть. Вот эти понятия, вот нам дают эти понятия, чтобы рано или поздно мы как бы интуитивно, реинстинктивно все же получили какое-то направление вот в эту сторону, в ту сторону Бога. Когда человек получает направление? Когда жизнь его в опасности, допустим. Когда серьезные болезни наступают, или война, окопы, бомбежка, и он начинает молиться, будучи коммунистом, помните, они сражались за Родину, коммунист молится в окопе, а потом сам удивляется, что это со мной было какое-то. Вот в какие-то моменты он слово Бог вспомнил, понятие, это есть такое, он прилежит к нему, да? Жизнь так устроена, испытывая нас, мы все больше и больше прибегаем к каким-то понятиям, которые мы не знаем, не знаем, не понимаем, не изучили, ну не было времени, был рейс, аж рейс не было, не было вот этого вот. Представления, контакта не было с Богом у меня, да? И вот жизнь нас толкает в эту сторону, в сторону невозможных препятствий. Старость, допустим, это непредалимое препятствие, болезнь непредалимая, смерть непредалимая, и жизнь нас толкает именно в эту сторону старости и смерти, видите, как устроено все. Именно вот к тому, что мы спросили потом, а зачем тогда я жил, собственно говоря, вот для чего? Я хоть что-то сделал нормальное, почему я в этом заинтересован, да, чтобы какой-то след рассказать в жизни, почему, если жизнь в случайности, смысла нет, а о чем я переживаю вообще? Что же во мне заложено такое? Какая-то совесть или какой-то разум что-то во мне живет, что не дает мне покоя, я вот ищу в жизни, да, своего счастья. Поэтому, как бы, конечную цель человек не может сам придумать, конечную цель, не может догадаться об этом при помощи эксперимента. Это невозможно, это нужно получить только от духовного учителя под цепи преемственности. это уже существует, но это запредельно. Смысл его запредельный, поэтому опытным путем человек не сможет никогда приблизиться к этому понятию, конечная цель жизни. Это нужно услышать от того, кто уже с ней соприкоснулся, только таким путем. Вот я думаю, на первый вопрос пока вот так, я могу ответить, пока. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Смотрите, вот возникает сразу же такой вопрос. То есть получается, что объективно смысл жизни как понятие существует. То есть вы говорите, что можно обратиться к Священным Писаниям, можно обратиться к самому определению этого слова, что объективно он существует. Получается, что есть люди, которые созрели для того, чтобы задать этот вопрос, начать поиски, а есть люди, которые просто еще не созрели до этого и просто им это не нужно, и они вполне спокойно могут прожить свою жизнь, так и не задав этот вопрос никогда. Правильно я вас понял? Да, да. Но также смотрите, вот из того, что вы сказали, вы сказали, да, вы упомянули о неизбежности смерти. Я думаю, что многие наши подписчики, те, кто нас сейчас смотрят, они тоже размышляют на эти темы, что действительно, если мы сосредоточены только на каких-то вещах, вот там бытовых каких-то, да, вы назвали их, пресс, то фактически смерть, как неизбежная стадия жизни любого человека, обесценит все это. И отсюда возникает вопрос, если смысл жизни тогда в этом случае вопрос первостепенный, почему тогда вот человек, он всегда как бы вынужден себе напоминать что ли об этом, как-то себя вот постоянно, ну, не хочется говорить это слово, но заставлять себя думать о смысле жизни, как-то себя возвышать, почему это тогда не происходит автоматически как-то, если это вот первостепенная вещь? это происходит автоматически в определенном возрасте, то есть мы видим, что дети в определенном возрасте обязательно зададут такой вопрос, каждый ребенок, ну, если он как бы психически нормальный, здоровый ребенок, да, мы знаем, он спросит, откуда я взялся вообще? вот, и он начинает задавать странные вопросы, на которые взрослые не могут ответить, то есть они не нашли ответа, но тоже спрашивали в свое время, то есть посмотрите, это связано с неким законом, законом как бы нашей природы, человеческой природы, как говорится, всему свое время или дорогая ложка к обеду, это вопрос к периоду ученичества, когда еще ребенка не беспокоит сексуальные желания, тогда у него есть пространство для этих вопросов и ответов, вот в этом возрасте, когда он перерастает уже в более зрелую форму жизни, пробуждается его как бы природа уже мужская и женская и требует как бы удовлетворения вот этой деятельности, активной страсти, да пробуждается, эти вопросы уходят на второй план, они есть, но уже на втором плане, затем, когда он уже вступает в сферу деятельности, зарабатывание денег, карьеры, там, богатство, приобретение материальных, да, каких-то ценностей, это уже на третий, на четвертый, на пятый план уходит, еще дальше, 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 поэтому именно вот в возрасте как бы юношеском или вот детском возрасте самое-самое ценное время для того, чтобы получить этот ответ, именно и понять его еще, вот посмотрите, как дети учатся говорить, никто же их не учит языку, а как это происходит, чудо, все удивляются, но факт, ребенок сам начинает говорить, все у него есть там окончание, склонение, все по падежам, потом он будет эту грамматику изучать с большим трудом уже позже, но он спонтанно, как это происходит, он ощущает чем-то другим, у него есть пространство для восприятия жизни, другое, для познания, это заложено в ребенке, именно в этом возрасте и закладывается понятие абсолютно истины, потом будет уже труднее, не то, что поздно, это всегда как бы хорошо, но труднее уже взрослому человеку начать как бы вот чувствовать мир непредвзято, предвзято, значит, уже есть образование, уже есть представление, уже надо этим голову ломать, уже сто раз об этом думали, изобретать велосипед не хочется, уже скучно, уже скучно к этому вопросу снова возвращаться, все, мы прошли, прошли, не получив ответа, прошли этот период, вот в чем дело, поэтому понять можно, что у людей просто нет времени на эти вопросы, их жизнь закрутила уже, семейная жизнь, как бы личная жизнь, социальная, политическая жизнь, и все на этом, поэтому с пятилетнего возраста, согласно ведом, человек должен получить представление об абсолютно истине, представьте, с пятилетнего возраста закладывается вот это вот понятие, которое в течение жизни будет потом как-то с разных точек зрения рассматриваться уже человеком, и как познаваться уже в опыте жизненном, и в конце жизни он скажет, теперь я, ну вот получил опыт, что такое абсолютно истинное, кто такой Бог, кто такой я, прожив уже жизнь с этим понятием, представьте, без понятия живет человек, ни на что, на чему он научится. Спасибо большое, то есть, вот смотрите, если я правильно понял, то в детском возрасте должны быть заложены вот эти основные понятия, понимание смысла жизни, представление, как бы некая парадигма о том, что такое жизнь вообще, а потом человек вступает в такую зрелую стадию, где он это все реализует, как-то он реализует в том числе свои желания, свою природу какую-то человеческую, и потом он как бы в, как сказать, вот в этом переходном возрасте, да, то есть в зрелом возрасте он уже возвращается снова к этому пониманию, правильно я вас понял, да? Он живет с этим пониманием, поскольку с детства он с ним живет, именно с ним живет и с ним себя соизмеряет жизнь. Например, приходит, скажем, страдание приходит, и у человека есть представление в абсолютной истине, он получил это в детстве, и когда приходят страдания, то эти страдания толкают его ближе к абсолюту, потому что у него понятие это есть, он понимает, что решение именно в этом вот знании, вот в этом, в этой вот как бы отправной точке, да, с чего я начал свою жизнь. Это источник всего, ему объясняли, это божественность, это сверхсознание, это та разумная сила, божественность, которая все контролирует, которому все подчиняется, и я тоже частичка ее, я могу обратиться всегда к этой силе, верно же, да? Он получил это представление еще в детстве, поэтому в трудностях он ближе к Богу становится. А если этого понятия нет у него, Бога нет, нет сверхразума, скажем, нет этой контролирующей доброй силы, божественной, то когда приходят страдания, я начинаю мстить, воровать, нарушать законы, чтобы избежать каких-то проблем, то есть, чтобы выжить в этом мире, начинаю жить как животное, применяя силу и разум, чтобы выжить за счет других. Есть же разница, как жить с этим понятием или без этого понятия? Огромная разница, видите? Да, спасибо большое, удивительно, то есть, получается, что человек, у которого есть это понимание, заложенное с детства, смысле жизни, то он, его страдания, неизбежные страдания материального существования, его приближают к Богу и, можно даже сказать, делают его счастливее, счастливее, а человека, у которого этого понятия нет, они делают его еще более несчастным, потому что он вообще не понимает, откуда это, почему, и начинает еще больше нарушать законы бытия. А вот тогда такой вопрос, вот что делать тем, у кого с детства это заложено не было? Например, вот меня, к большому сожалению, в моем детстве мне никто не предоставил никакой информации вообще о смысле жизни, меня выпустили в свет без этого понимания. Вот что делать таким людям? Есть ли шанс? Очень тонкий вопрос, очень тонкий вопрос, потому что, когда мы говорим об одной жизни человека, тогда у нас, как бы, ответа нет на этот вопрос, потому что, ну все, я уже пропустил, все уже пропустил, у меня нет шансов, я сейчас не могу остановить свою работу, свое семейное отношение там, я уже вошел в эту систему ценностей материальных, если даже задумываюсь, то у меня просто нет времени, поиск мой идет на ходу, понимаете? Поэтому, как бы, с этой точки зрения мы уже упустили шансы, у нас шансов нет, но вопрос тонкий в чем? Что духовное знание, вообще-то, оно неуничтожимо, это то, что говорят писания, то есть, если мы обрели это понимание, какое-то понятие в прошлой жизни, это понятие остается у нас в сердце, как бы, есть интуиция, есть какой-то инстинкт, есть какая-то вера вдруг в сердце человека, что я, вот не знаю, но верю, это означает, что он это приобрел в прошлой жизни когда-то, получил этот контакт, в любом случае был контакт, поэтому вопрос тонкий, и как говорят, ну, психологи современные, что каждый ребенок, ну, как они доказали, да, это современная психология, вот на данный момент времени, они доказали то, что каждый ребенок рождается сврожденной верой в Бога, он верит в мистику, любой ребенок. Когда мы ходили в школу в советские времена, нам говорили, Бога нет, а зачем нам это говорит, если его нет? Потому что есть все равно какая-то, 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 но склонность к тому, чтобы вот, задуматься об этом и поверить, что он есть. У каждого человека есть индивидуальная к этому склонность, оказывается. Не общественная, а индивидуальная. Она разная. Кто-то кому-то скажет, что Бог есть, даже дети есть такие, они скажут, не хочу никакого Бога. Это настолько индивидуально. Представьте, как раз понятие Бог – это самое индивидуальное понятие, самое субъективное понятие в сердце человека, потому что отношения у всех совершенно разные с Богом, независимо ни от воспитания, ни образования и так далее, потому что есть еще прошлые жизни, жизнь непрерывная. Вот только в этом ответ заключается. Спасибо большое. Ну а скажите, тогда вот все-таки в зрелом возрасте, допустим, вот молодой человек 25-35 лет, и в какой-то момент он понимает, что, ну, похоже, все не так просто, в этом мире устроено. Есть ли у него какой-то шанс обратиться к этому вопросу и определенного успеха достичь? Я не знаю, ну, мы к этому подберемся, что такое успех в этом вопросе, но, в принципе, как-то развиваться в этом направлении, не получив каких-то детских вот таких вот воспитательных, скажем, начального какого-то такого детского воспитания все-таки в зрелом возрасте встать на этот путь и вот успешно по нему продвигаться? Есть только один шанс у нас как бы вот с вами, потому что мы все в такой позиции находимся, подавляющее большинство, мы не получаем духовное образование по-настоящему, а сейчас в современном мире, но у нас есть реальный шанс, если мы встретим на своем пути чистого преданного Бога, чистого. Вот это описывается реальный шанс. Вот этот контакт очень мощный. Представьте, там даются сравнения, что если человек сходил в места паломничества там тысячи раз, омылся в священных реках тысячи раз, покаяние аскезы совершал в религиозной практике, исследовал многие там жизни или многие там, многие тысячи раз, то у него есть шанс очиститься от кармы таким путем. Если тысячу раз мы не в Ганге совершит, есть шанс очиститься от кармы. Но этого же результата он может достичь один раз, увидев в своей жизни чистого преданного. Вот это реальный шанс для нас. Поэтому, когда приходят пророки, они приходят с этой целью общества людей, чтобы дать этот шанс. Помните, Иисус сказал, через меня как через дверь вы идете Царство Божие. Вот он шанс. Больше нет другого шанса. Он был один в то время такой пророк. Затем Мухаммед пришел позже. То же самое. Тот же самый принцип. Когда-то был Будда. Когда-то был Господь Читаний 500 лет назад. Потому что у людей нет другого шанса. Видите какая вещь? Пока они не сприкоснутся. Контакт не получат. Опыт вот этот. И помните этот пример. Умар. Умар был такой сподвижник пророка Мухаммеда. А сначала он был врагом ислама. Он хотел убить пророка. И однажды он увидел, что пророк сидит лицом к Каабе и молится. И он там всегда, когда проходил мимо пророка, пытался спровоцировать на какую-то драку, на какой-то инцидент. А тут он подумал, дай-ка я послушаю, как он молится. И под покрывалом Каабе он подошел к нему с другой стороны, под покрывалом. И прямо напротив него стал слушать его молитву. И вот услышав его молитву, она проникла ему в сердце. И он стал его ближайшим последователем. Также были его ученики. Они просто видели его и шли за ним. Это был контакт. Они не могли это объяснить. Также взять Франциска Осивского, все его друзья, богатые друзья, богатых людей, все стали нищенствовать вместе с ним. Просто увидев Франциска, его вот это новое состояние, как бы это саматхи его, транс духовный. Когда человек соприкасается с духовным трансом, у него появляются шансы чиститься очень быстро. Поэтому необходим духовный учитель. Спасибо большое. Вот особенно последние примеры, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрировали этот принцип. Это на самом деле вселяет такую веру в то, что есть шанс еще. А вот скажите, пожалуйста, интересно так получается, что когда размышляешь о смысле жизни, особенно сейчас, когда вот слушаю ваши ответы, то это все сводится к некому духовному развитию, духовному пониманию, духовному осознанию какого-то человека. И вот вопрос из-за сети. Вот когда мы говорим в общем про смысл жизни, это вот всегда ли индивидуальный какой-то вопрос? Ну, например, один человек скажет, что мой смысл жизни вот в этом, другой говорит, мой вот в этом. Это всегда индивидуальный вопрос или есть для каждого человека, для каждого живого существа некие универсальные принципы, вот описывающие ответ на этот вопрос? Есть то и другое. Есть, скажем, поезд. Есть поезд. И в поезде обычно люди едут уже, ну, купив билет на место назначения, они знают, куда едут. Но есть также люди, которые по ошибке могут попасть в этот поезд. Есть также и дети, которые не покупали билеты, все сделали за них. Понимаете, да? Есть государственные служащие, которым просто билет купили самим, отправили в командировку, все оплатили, устроили, как бы, есть разные судьбы в этом поезде. Но важно сесть в нужный поезд. По ошибке или по командировке, по направлению. Сам не хотел, но командировка, да? Общество требует, как бы, да, культура требует. Правила жизни требуют. Сам я, может быть, человек некультурный, но культура, общество требует от меня культуры. Это тоже помогает мне. Сам я, может быть, не заинтересован в смысле жизни сильно, но общество заинтересовано в этом. Есть такие законы, есть такое образование, есть такие требования, да, для цивилизованных людей. Я принимаю это как стандарт цивилизованной жизни, это мне помогает. Поэтому есть то и другое. Ну, а как человеку тогда разобраться, скажем, вот какой у него уровень, с чего ему начать этот поиск, какие вопросы нужно задавать, вот с чего вообще обычно все это начинается? Все обычно начинается с того, что человек пытается, ну, исследовать эту тему. Если у него есть хоть какой-то интерес, он будет ее исследовать. Это читать книги нужно. Читать книги, читать священные писания, которые трудно понять, конечно же. Можно читать ведические книги, где философия изложена подробно, как санхи-йога, допустим, кого-то привлекает санхи-йога, кого-то привлекает космология, кого-то привлекает, скажем, джотиш-шастра, кого-то аюрведа, медицина ведическая. Все эти науки, они связаны с абсолютной истиной. Даже в медической математике тоже связаны с абсолютной истиной. То есть материала достаточно. Для разумного человека есть много материала для исследований. И на этом пути я должен познать не просто философию или какие-то науки опознать себя. Познать себя. Вот с этого и начинается процесс. Познать себя, кто я. То есть человек самостоятельно начинает задавать вопросы, как-то исследовать эту тему, и постепенно он вот таким образом продвигается, да? Да, и он продвигается, естественно, потому что получает много ответов на свои вопросы, потрясающих глубоких ответов. А вот скажите, вы упомянули такую главенствующую роль духовного наставника, духовного учителя на пути поиска смысла жизни. А можете тогда вот рассказать, а где вот, скажем, грань личных усилий человека в поиске ответа на этот вопрос? А где он уже вот ничего не может сделать? Или, может быть, он уже находится в плену какой-то культуры, да, то есть в каких-то рамках определенных? И насколько, скажем, ну актуальна, что ли, вот свобода выбора реального человека в поиске ответа на этот вопрос? Человек живет в какой-то культурной материальной среде любой. И, конечно же, он находится под влиянием этой культуры. Но не только это. Также есть сверхдуша в сердце каждого человека, которая контролирует абсолютно все в его жизни, даже вдохи и выдохи. То есть все во Вселенной под контролем. Каждый атом на своем месте, представьте, это сверхточный контроль существует. И мы также живем вот под этим контролем. А человеческая культура, она, ну как бы, слабая тень, отражение такого контроля. Ее влияние нерешающий фактор. Поэтому представьте, что этот контролер рядом сердце находится внутри. Непосредственно видит, слышит нас, наши мысли, наше сердце понимает, понимает наше прошлое, настоящее будущее. Сопровождает нас в течение миллионов-миллионов жизней. Никогда не остается с нами, да. Сорвайся чахам хиридис, унивиштамата, спритингянам пауганамча. Это говорит древний санскрипт. Что в сердце каждого живого существа находится сверхдуша. Оттуда исходит память, знание и забелие. Вот представьте, вы на тренировку ходите, вы занимаетесь тяжелой атлетикой. Вы же под контролем находитесь? Под контролем коллектива, раз. Там есть сильные, есть не очень сильные, есть разные, есть характеры и прочее. Вы там тоже присутствуете, вы эту культуру разделяете. Но вас контролирует один тренер на всех. Один, который задает вам программу, каждому. Он смотрит на мои возможности и дает мне вот такой груз, чтобы я вот тренировал свои мышцы. И я вот в этой жизни, смотрите, чем занимаюсь. Я хожу на работу, с работы на работу, и когда мне тоже надоело, понимаете, вот я вот тяну этот кресло, эту штангу, этот хомут жизни, тяну и тяну, и я уже надрываюсь, я уже не могу, понимаете, я уже... А рядом? А рядом контролер, а я не знаю. Я не знаю. А рядом контролер, который не позволит мне сорвать мышцы, понимаете, который не заинтересован в этом на самом деле. Вот это нужно понимать очень хорошо. То есть стоит мне только обратиться к этому контролеру, и я получаю поддержку. То есть гуру находится в моем сердце, прежде всего. Вот это сопровождающая сверхдуша находится в сердце каждого. Это есть Ади-гуру, говорится, изначальный гуру всех живых существ. Именно он проводит с самых низших форм до человеческих форм души, проводит через этот цикл рождения и смертей. А в человеческой форме жизни побуждает задавать вопросы и наделяет его разумом. Хорошо. Спасибо большое. Вот сейчас еще более понятно стало, да, что оказывается есть определенный контролер, так называемый, да, который меня ведет по этому пути, да, и помогает мне какие-то преодолеть препятствия, отвечая, скажем так, на мои желания, да. То есть получается, что человек изъявляет определенное желание что-то делать, в чем-то разобраться, и, соответственно, получает по этим желаниям, получает определенный как бы путь и определенный контроль на этом пути. Правильно я вас понял? А так это происходит. В принципе так, но не все желания, которые я имею, совпадают с желаниями моего контролера. Вот в чем проблема. Есть несовместимость. Есть несовместимость психологическая души с Богом. Видите, какая вещь. Я могу отрицать контролера, могу плевать в эту сторону, на свою совесть. Могу снижать свою совесть, могу заглушать свою совесть, допустим, коньяком там, наркотиками. Мне все равно, я как камень. Я могу отказаться от этого, понимаете, потому что это, ну, совесть. Совесть это тоже проблема, знаете, она меня заставляет страдать и мучиться, не спать ночами. До бессонницы доведет меня совесть. Я могу жить без бессонницы. Могу отказаться, и тогда, видите, я поступаю по собственной воле, обычно я срываю себе мышцы. Как говорят в народе, укатали сивку, крутые горки. Все, я кончен. Я разбил жизнь, я сокрушен жизнью, потому что я вне контроля развивался по собственной прихоти, и я навредил сам своей жизни. Я делал не то, что нужно, делал не то, что нужно, говорил всякие пакости, много грехов совершил, а теперь вот ведь я гибну под этим грузом грехов, собственных грехов. Это я отказался от контролера доброго. Да, спасибо большое. Знаете, вот такой вопрос также возникает, что, хорошо, если вот мы разобрались, да, в том, что смысл жизни, вопрос довольно, ну, как оказалось, довольно дифференцирован. То есть, честно говоря, я на самом деле ожидал какого-то прямого и конкретного разговора, что вот это черное, вот это белое. А оказывается, это довольно такая дифференцированная история, зависящая и от уровня человека, и от каких-то его личных предпочтений, да, то есть отношений с Богом, и от его каких-то конкретных индивидуальных запросов там и так далее. А вот можете тогда на такой вопрос ответить, почему большинство, скажем, если не все вообще религии мира очень часто дают все-таки вот эту черно-белую концепцию как бы смысла жизни и, скажем, духовной природы человека? Почему изначально она как-то так вот не дифференцируется, и каждому человеку не дается, ну, какой-то выбор, какой-то уровень и так далее? Всегда говорится черно-белое, что либо ты праведник, и тогда ты молодец, либо ты грешник, и тогда ты, ну, там, пойдешь в ад или еще какая-то история с тобой неприятно произойдет. Ну, это как бы упрощенная некая такая догма религиозная, которая помогает, ну, просто сохранить ориентиры. Вот есть Бог, есть дьявол, давайте хотя бы вот на этом остановимся, да, чтобы не запутаться в добре и зле. Когда мы размышляем о добре и зле, мы запутываемся, все начинает переворачиваться там, непонятно, где добро, где зло. Поэтому какая-то догма, она сохраняет, да, какую-то ясность, но она при этом, ну, упрощает, упрощает философию. А на самом деле в каждом человеке есть и добро, и зло. Вот в чем дело, смешано все. И чтобы в этом разобраться, нужна уже наука. Вот тут нужно уже различать уже в эти тонкости, при этом сохраняя вот эту ясность, да, фундаментальную добра и зла. Вот это квалификация духовного учителя. Он должен фундаментально понимать абсолютную истину и также уметь применять в различных обстоятельствах жизни. Вот такая квалифицированная личность может нам помочь. Спасибо большое. Вот знаете, еще такой вопрос возникает. Если человек начинает в зрелом возрасте задаваться вопросами о смысле жизни, не получается ли это так, что это приводит к тому, что он теряет связь с реальностью. Что, ну вот, а просто очень часто такой подход, что либо человек, значит, вот размышляет о смысле жизни и полностью поглощен вот этим осознанием своей духовной природы, либо человек занимается активной деятельностью и активно проявляет себя в этом мире. И обычно и одни и другие смотрят друг на друга косо. Те, кто, значит, заняты поиском смысла жизни, смотрят на тех, кто занят активной деятельностью и говорят, что, ребята, вы просто играетесь в песочнице, но скоро, значит, ураган разрушит и вас, и песочницу. А те, кто занимается активной деятельностью, смотрят на тех, кто заняты поиском активного смысла жизни, говорят, что, ребята, вы вообще оторваны просто от реальности, витаете где-то в облаках и вообще не понимаете, что происходит в этом мире. Вот скажите, как, возможно ли вообще примирить этот подход и, ну, скажем так, не отпугивает ли это современного человека вот от этого вопроса именно некая такая оторванность, скажем, от реальности? Да, некоторые ждут конца света, именно духовные люди. Говорят, вот Бог скоро всех накажет, вот все эти грешники, да, вот скоро конец света, они пугают всех. Пугают, вот сколько я живу на свете, столько я слышу о конце света. Особенно к 2000 году все готовились, я помню, к концу света. Все утверждали, что это Библия говорила, я еще ребенку слышал об этом, представьте. И то есть до сих пор есть люди, которые ждут конца света, как сказать, духовное направление, да. Нужен баланс, необходим баланс. Каждому человеку нужен баланс, чтобы не было искусственно не материальная жизнь, не духовная жизнь. Должно сбалансировано. Как говорится в Бхагавабите, да, Кришна Аджуне говорит, сражайся, потому что ты воин. Вот твоя обязанность материальная, да, ты воин, значит, ты на поле битвы, ты должен защищать свое, как бы, свои принципы религии, дхармы, противостоять злу и так далее. Но думай о Боге, делая это. Вот совместить нужно две эти вещи, духовное и материальное вместе, как две обязанности. Первая обязанность материальная — это здоровье, вторая обязанность — духовные вопросы в абсолютной истине. Этому нужно найти время. Когда мы ввинчиваемся в какую-то деятельность, мы запутываемся там. Там политика, там кризисы, экономика, друзья-враги, там войны, перемирия, ну там все, вся эта жизнь, она запутанная становится. Поэтому нужно иногда от этого мира отрываться. Но не надолго, а регулярно. В другую реальность, в духовную реальность. Разно тождествляться. Каждое утро есть медитация на духовное. А в течение дня мы работаем с этой медитацией, мы выполняем свои материальные обязанности. Но утром мы снова когда просыпаемся, медитация, снова мы забываем и свою профессию, и свой пол, и все свои материальные обозначения. Утром мы возвышаем свой ум высоко в духовную сферу. Там мы получаем дополнительный разум, энергию, знания, шахте, энергию, энергию творчества, вдохновение, как бы очищение, как омовение. До ума это делается. И снова к деятельности приступаем. Иначе через деятельность мы накопим больше негативной информации, чем позитивной в жизни. Страдания будут накапливаться. Поэтому уже нужно быть регулируемо, духовное и материальное вместе. Да, хорошо. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Вообще, я очень рад, что мы с вами об этом поговорили. Я лично получил очень много ответов на свои вопросы. Я надеюсь, наши зрители тоже. И вот у нас остается сейчас времени, где-то больше 15 минут. Я сейчас включу комментарии и дам возможность тогда нашим слушателям тоже задать вопросы вам. Вот, дорогие друзья, я сейчас включил комментарии, поэтому, пожалуйста, немедлите, задавайте свои вопросы. Я постараюсь их оперативно увидеть. Так, пока вопросов не было. Пока вот не вижу. У меня просто есть еще один вопрос, но я хотел дать возможность дать. Вот задают вопрос, можно ли учиться учителя в одной традиции, а самому быть в другой? Вот вопрос, да, такой о поиске смысла жизни в одной традиции, учиться учителя в другой традиции. Я задам тогда другой вопрос. А можно ли, будучи, скажем, христианином или мусульманином, учиться, скажем, в медицинской академии? Ведь это никак не противоречит. То есть знания можете получать, находясь в любой традиции, это не имеет значения. Хорошо, спасибо большое. А вот задавали вопрос, как понять, что это твой путь? Вот если человек выбрал какой-то путь, поиска смысла жизни, и как понять, что это именно его? Твой путь — это путь счастья, который ты чувствуешь, как я считаю. Это есть мой путь. Ты должен чувствовать счастье на своем пути. Вот, соответственно, вам задают вопрос, как вы поняли, что это ваш путь? Ну, я так понял, что ответ... Ну, да, да, вот такие были. У меня было сильное вдохновение, когда я встретил Бхага-Вадгиту, столкнулся с Бхагом-Вадгитой, с этим учением. У меня было очень сильное вдохновение появилось жить. Спасибо большое. А вот задают вопрос, кстати, который я тоже хотел задать в конце. Вот, ну, видимо, зрители тоже, зрители это тоже интересуют. Как понять, что есть уже в жизни баланс между духовным и материальным? Как вот понять, что есть этот баланс? На самом деле, если позволите, я немножко дополню этот вопрос тогда уже своим, который я хотел задать, что вот этот баланс – это как бы некая константа, которую вот я беру и вот для себя как бы вывожу, исследую этой константе. Либо это вечная такая переменная, которую нужно постоянно как-то искать, регулировать или еще что-то такое. То есть вот тут, получается, два таких вопроса. Как понять, что этот баланс вообще есть? Даже три. Как разобраться вообще, как его найти, этот баланс? И это либо переменная, либо это что-то вот постоянное, где где-то описанное? Этот баланс, он динамичный. Это не статичный баланс, когда мы равновесие устанавливаем, и малейшее движение, да, сбивает нас с курса. Нужно стать статичным, чтобы, да, такое равновесие поддерживать. Нет, это динамичный процесс. Это равносильно, как бег скакуна. Вот вы на дистанции, да, вы должны пробежать эту жизнь красиво очень, да, энергично. Все сделать вовремя, с энтузиазмом, добиться победы какой-то. Это как вот красивый такой, красивый такой полет птицы, это красивый бег скакуна, это вот красивый, красивый путь талантливого, скажем, человека в жизни, или ученого, который делает открытие. Вот он баланс, понимаете? Баланс идет вверх. Он как бы равновесие держит, чтобы не упасть ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад, но движется вверх при этом, динамичен, статичен с точки зрения, как бы, горизонтали и динамичен с точки зрения вертикали. Это внутренняя вертикаль вот этого человека, его увеличивающееся счастье. То есть, если вы чувствуете, что вы страдаете, что вы раздражены в жизни, не удовлетворены в жизни, значит, мы не сбалансированы, мы не передвигаемся по вертикали. Мы начинаем падать то туда, то сюда, то спотыкаться, на те же самые грабли наступать, говорится, во тьме. Вот это означает, симптом, баланс означает, что человек уравновешен и удовлетворен внутри, глубоко удовлетворен, то есть он счастлив. Спасибо большое. То есть, вот это внутреннее ощущение счастья, гармонии некий, говорит о том, что баланс найден, и надо его поддерживать. Спасибо большое. Очень, на самом деле, мне понравилась вот эта аналогия с вертикалью и горизонталью. Обязательно над этим еще поразмышляю. Вот задают вопрос, как вы относитесь к духовным учителям в христианстве? В христианской традиции? Да. Принципиальной разницы не вижу, потому что святой, он везде святой в любой традиции. Святые во всех традициях обладают одинаковыми духовными качествами. С этой точки зрения разницы никакой нет. Если это духовный учитель, то неважно, в какой он традиции, если это духовный учитель. Если так называемый духовный учитель, то, конечно, будет разница. Так называемый духовный учитель не будет только свою традицию продвигать. Не к Богу людей как бы призывать, а в свою традицию именно. Пополнять ряды своей традиции. Может быть, там есть желание о власти какое-то, может быть, последователи. но духовный учитель не должен быть в этом заинтересован. Спасибо большое. Как некий такой настоящий посредник, который на самом деле не заинтересован, заинтересован именно в благе того, кому направлено его учение. Спасибо большое. Вот задают интересный вопрос. Как оставаться спокойной в трудной ситуации? Это то, с чего, похоже, вы начали ответ на самый первый вопрос. Как оставаться спокойным в трудной ситуации? Если есть различные природы людей, есть интеллектуальный класс людей, они не могут оставаться спокойными в трудной ситуации. Они обычно ищут ситуацию благости, чтобы быть плодотворными. Например, они в отшельничестве больше склонны жить, как в монашестве каком-то, в таком спокойном, гармоничном атмосфере, где они глубоко могут мыслить, принять свой интеллект и медитацию. А вот, скажем, уже класс административный, военный класс людей, воины-администраторы, они в спокойном, в этом гармоничном состоянии, неэффективны. Они эффективны в экстремальных обстоятельствах. Как раз нужна опасность. Тогда они очень эффективно действуют, спонтанно. Это их природа. У них там смелость и решительность очень быстро начинают действовать. Оживают. Есть торговые сословия, которые эффективно действуют, когда есть элемент выгоды, прибыли. Они мастера становятся, потому что они творят невероятно, они могут из воздуха деньги делать. То есть люди разной природы, ведь разный гун, как бы. Поэтому для них нужна разная, как бы, среда. Между ними не бывает соревнований. То, что пища для одного, я для другого. А вот внутри каждого класса есть свои соревнования. Поэтому, как быть спокойным, ну, это также есть правило общее для всех. Осознавая абсолютную истину, вы всегда будете находиться в равновесии, даже в самых серьёзных потрясениях в жизни. Даже при самых серьёзных потерях и потрясениях будете оставаться в равновесии, осознавая абсолютную истину. Спасибо большое. Да, это, то есть, вот, если как-то итог такой краткий подвести, правильно, я понимаю, что человек, который находится вот на этом пути самоосознания, трудности даже ему больше помогут, скажем, приблизиться к некому правильному пониманию вопросов природы этого мира и так далее. Да? Потому что... Всё хорошо для него. Да, потому что, наблюдая за этим миром, очень часто приходит такое понимание, что, ну, а есть ли здесь что-то вообще, спокойное, какое-то место? Есть ли оно здесь в этом мире или нету его? Нет. Этот мир называется кунтка, беспокойное место. Место смерти, как оно может быть спокойным? Спасибо большое. Это хороший, хороший итог такой беседы. А вот задают очень интересный вопрос. Почему... Скажите, пожалуйста, какая цель в духовном развитии и почему все хотят попасть непременно на другие планеты? На другие планеты? Потому что они уже испортили жизнь на этой планете, они ещё другое место теперь. Ну, это, конечно, разум человеческий. Конечно, мы хотим узнать, что же там на других планетах. Какая там, какие формы жизни, измерения. Это просто наш интерес человеческий. Другие планеты описываются в ведах, что есть другие планеты, все они заселены. И даже на Солнце есть жизнь, и на Луне есть жизнь, различные формы жизни. Нам, конечно, интересно узнать, что за форма жизни, что там за жизнь. Но это вопрос, как бы, нашего человеческого разума. Наш интерес, любознательность. Это нормально. Ну, а вот всё-таки первая часть вопроса, какова цель в духовном развитии? Какая вот конечная цель? Какую цель ставит перед собой человек, который говорит, я хочу развиваться духовно? Ну, к этой цели нужно быть готовым. Мы должны задавать вопросы себе, и где я остановлюсь? Я должен определить свой уровень сначала. Например, я хочу попасть на Луну. Зачем? Ну, чтобы увидеть, может, там жизнь лучше. Ну, хорошо, вот я попал на Луну, и там жизнь лучше. Или я хочу попасть на Солнце, или на более высокую планету. Зачем? А может, там жизнь лучше. Ну, давай, попадём на другую планету, там точно жизнь лучше. А дальше что? И так может продолжаться вечно, верно же? Да. Лучше, 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 лучше. Пока я не задумываюсь, но ведь любая планета в материальном мире временна. И даже Вселенная временна. А есть ли место вечного успокоения? Вот если человек задаётся таким вопросом, для него предназначена духовная жизнь. Спасибо большое. Спасибо. Действительно, так часто бывает, что испытывая какое-то материальное наслаждение, которое даёт тебе какую-то новизну и вдохновение, очень хочется, чтобы оно было вечным. Ну, в вечном смысле не статическим, а вот именно таким неким вечным, но при этом динамическим. Но никак не в режиме какой-то стагнации. То есть получается, что согласно вашему объяснению, что в материальных каких-то Вселенных это невозможно? Материальные Вселенные все временные, конечно же. Это всё Мритю Лока. Одним словом называется это. Вся материальная Вселенная Мритю Лока. Лока — это планета или место. Вселенная тоже Лока. А Мритю означает смерть. Это всё места временного пребывания. А я вечная душа. Я не хочу смерти. Поэтому, естественно, если я душа, я спрашиваю, где мой вечер не оставить. Простите. Вот задают такой вопрос. Я его в два тогда объединил. То есть задают вопрос, почему так сложно следовать духовным предписаниям. И предыдущий был вопрос, что иногда прям вот совесть подсказывает, как правильно, но сил действовать правильно нету. Как вот быть в этой ситуации? Когда Майк поставил магазин за мукой, она дает ему также и деньги. Она не говорит просто, иди принеси мне муки. Но денег нет. И тогда проблема у ребёнка. Где брать деньги? Итак, Священные Писания дают нам направление, что нужно делать и что не нужно делать. А где полномочия, где силы? Это тоже нужно получить вместе с наставлениями. Именно поэтому нужен духовный учитель, который также даёт с наставлениями и силу полномочия это сделать. Сам человек не сможет у себя у полномочий. Может быть, только Мюнхгаузен мог себя вытянуть из болота рукой сам. Ему только удалось. Больше никому. Он не встречал больше другого человека. Поэтому нам тут нужна помощь. Да, понятно. То есть, означает ли это, что нужно вот прямо физически пойти к человеку и обратиться к нему за определённой помощью? Или что это может означать, что нужна помощь? Бывает и так. Я просто перехожу к духовному наставнику и начинаю задавать вопросы. Как начинается мой путь духовный? Именно с вопросом к духовному наставнику. Посмотрите, Бхагават Гид, это вопросы и ответы. Посмотрите, Бхагавата Пуран, это вопросы и ответы. Любые священные книги, посмотрите, там всё основано на вопросах и ответах. Иначе процесс не работает. Если нет вопроса, то процесс не работает. Я должен попрошать. Тадвити прани патина пари прачнена сева яд. Если ты хочешь узнать истину, то спрашивай, служи и почти не выражай наставнику. Вот так ты сможешь получить знание от того, кто видит. Спасибо. Задают вопрос. Немного сложно общаться с Искон из-за фанатизма, а философию люблю. Как практиковать осторожно? Да, мне тоже не так-то просто общаться с Искон, с фанатизмом Искон. Потому что, да, есть везде фанатики свои. Это всё очищается со временем, конечно. Я же понимаю с опытом. Я тоже был фанатиком. Если я расскажу про себя, мне будет стыдно сейчас рассказывать, вспоминать свою молодость со знания Кришны. Мудрость приходит с годами постепенно. Поэтому, да, у всех есть такие сложности. Не общайтесь близко с фанатиками, не общайтесь близко с теми, с кем у вас есть. Сходное умонастроение, скажем, практикуйтесь теми, с кем вам удобно это делать. Хорошо, спасибо большое. Не думайте, что все фанатики вы сказали. Есть люди мудрые. Спасибо большое. Давайте, Александр Геннадьевич, последний вопрос тогда задам, чтобы мы уложились во время. Задаю только вопрос, что в начале духовного пути возникает сильное желание заниматься духовной практикой. Это прямо у меня отзывается тоже этот вопрос. И не приводит ли это к перегоранию? Нужно ли идти по духовному пути маленькими шагами и не торопиться? А у меня я еще дополню, с вашего позволения, на вопрос, что со временем все-таки возникает вот это перегорание и некое остывание к этой теме и где-то надо уже себя потом даже как-то заставлять это делать. Вот почему так происходит? Вот этот баланс. Еще есть такой закон маятника, знаете, да? Духовная в эту сторону зашкалило. Я забыл про материальные обязанности, я все это обесценил, отказался. Вот мне все духовное, в этом я нахожусь в себя. Потом маятник пойдет в другую сторону, смотрите, другая крайность наступит. Поэтому нужен баланс того и другого, чтобы люди были счастливы. А так и в духовной жизни нет, не удалось. Да, я перецынил свои силы, я сделал рывок, но вот и не взял эту высоту. Теперь пойду в материальное, прошу все это. Это крайность. И там, но там тоже я могу достичь многого, но счастья не получу. И снова бросаться в духовное жизнь за жизнью, я могу так раскачивать этот маятник, видите, и быть неудовлетворенным. Поэтому нужен духовный наставник, который нам поможет этот баланс установить в жизни. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Я еще раз искренне от всего сердца благодарю вас за то, что вы согласились прийти к нам сегодня на прямой эфир. Я уверен, что за этот час вы просто получили, все зрители, я в частности, ответы на очень многие вопросы. Большая вам благодарность. Это, на самом деле, уникальная возможность с вами пообщаться. Мы надеемся, что вы также еще согласитесь еще раз прийти к нам, если у вас будут какие-то грамотные к вам вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за приглашение. Всем удачи, всем сохранять баланс. Духовный и материальный желаю успеха. Спасибо вам большое. До новых встреч. Всех вам благ. Всего доброго. До свидания.